У нас доходы бюджета увеличились на 5% и расходную часть увеличили на 7%. Это в связи с тем, что еще трансферты федеральные поступили к нам. И общие цифры таковы. Доходы 759 миллиардов рублей, а расходы 805 миллиардов. Из них я уже сказал, что... Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин провел встречу с представителями СМИ городского округа Щелково, на которой рассказал о принятии бюджета Московской области на 2022 год, а также плановый период 2023-2024 годов. Депутат объяснил, какие новые программы начнут реализовываться на территории округа, а какие продолжат свое существование. Еще одна программа, и губернатор особенно после выборов в областную государственную думу акцентировал внимание, это профессиональное образование. Ну, мы, наверное, знаем, в каком состоянии наши помещения в колледже, в советской. Нужно в данном случае их подтягивать к стандартам сегодняшнего требования. Более 90 миллиардов мы выделили на нашу государственную программу судзащиты. Это поддержка тех, кто в ней нуждается. Пенсионеры, инвалиды. Владимир Шапкин рассказал, что в новом 2022 году изменения коснутся общественного транспорта, а именно автобусов и маршрутных такси Подмосковья. Так, для всех льготных категорий граждан будет предоставлен бесплатный проезд, причем как на муниципальном транспорте, так и на коммерческом. Остальные средства из принятого бюджета будут направлены в сферу образования. Это строительство новых школ и детских садов, поддержка медицины, организация компании по вакцинации населения от COVID-19, а также поддержка учреждений, где лечатся коронавирусные больные. Также деньги из бюджета пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры и борьбу с борщевиком на территории всей Московской области.